В Беларуси начали выдавать водительские удостоверения сроком на 20 лет. Это поможет снизить нагрузку на регистрационные отделы и автолюбителей. Еще одно нововведение – права будут оформлять быстрее, процесс займет три рабочих дня. Регистрация транспорта в ГАИ также будет выполняться оперативнее – не 10 дней, как ранее, а 7. Министерство по налогам и сборам рассказало о порядке обжалования ответа на обращение в налоговые органы. Жалобы можно подать в течение трех лет в письменной, электронной или устной форме. Указанный срок подлежит восстановлению в случае пропуска по уважительной причине и будет рассмотрен за 15 календарных дней. Руководство города связалось с российской стороной и уточнило состояние пострадавшего бобруйчанина Алима Кашеварова. С его семьей также поговорили дипломатические работники и сообщили, в Москве посол держит на личном контроле этот вопрос. Родные земляка живут в 13 километрах от Бобруйска, им оказывается поддержка. На большинстве рек Беларуси вода находится на пойме. Отмечаются затопления прибрежных территорий во многих районах Гомельской, Могилевской, Брестской, Гродненской и Минской областей. На озерах Нара, Челукомской и Древяты в ледяном покрове продолжают увеличиваться пространство с открытой водной поверхностью. Аисты возвращаются в Беларусь. По информации орнитологов, традиционно первые птицы прилетают обратно в республику во второй декаде марта. В Синёкой гнездится около 22,5 тысяч пар белых аистов. Откладывание яиц происходит в мае. В насиживании принимают участие оба родителя. Длится оно около 34 суток.